Всем привет! С вами Брэдлов из сообщества клана Фрагу. И перед нами бой на халуфе между третьим составом нашего сообщества против клана Кубан Трест. Карта побольше. Сетап. Три арты, две немецкие ПТшки, два Хэвика, четыре Батчата, четыре 140-х. Смотреть будем от лица командира роты, ветерка, он в этом бою и командует. Занятие ключевых мест. В начале одного холма с высветом, возможно, переезжающей арты. И точный выстрел. Счет 1-0. Артиллерия противников отправляется в ангар. Апостол очень какой-то знакомый ник. Возможно, это и командир роты. Аначе ему будет немножко удобнее командовать. Все холмы заняты, высвечиваются исключительно нашим кланом. Единственная СТшка Трестов, которая была внизу, погибает от точного выстрела. Счет 3-0. Игра идет сейчас исключительно кто кого пересветит. Артиллерии у Трестов я пока больше не вижу. Вот Топчан. А, нет, Врум, это действительно рота Топчана, а не Апостола. И он, по-видимому, на арте. Второй выстрел. 2-6-1. Второй фраг. Счет 4-0. По прошествии всего лишь 3-х минут. Спешить некуда. Можно не спеша раскидывать все это артой. Она очень вольготно разъехалась вообще по всей первой ИК-линии. Можно было вообще, наверное, на один переехать. Никто у нее не светит. У Трестов нет даже попытки. Здесь подняться. Это место отбить. Понятно, что они в дэфе, но тем не менее. Они потеряли уже 4 машины, стоя в дэфе. Батчаты постоянно маркируют, откуда непосредственно они светятся. Идет проверка вот этих мест. Идет проверка верха. Проверка этого верха. Где есть светляки. Куда есть смысл без засвета кинуть арте. В одном из мест оказался светляк. Он засветился и убегает. Игра чем-то напоминает хорошую игру на Камарине. Где задача тоже играть от артиллерии до последних минут. А потом быстро прорашить и добить последние силы. Ветерок показывает, что нужно Батчатов сгруппироваться и быстро пройти до Камня на А4, не умерев сверху. То занять это место для подсвета арты. По одному квадратики отжимаются. Но времени остается всего лишь 7 минут. Ой, извиняюсь, 8. 7 минут прошло. Счет по-прежнему 4-0. Уже 5 минут относительного бездействия. Только артиллерия кидает. И практически всегда без засвета. 4-1. 140-й вылез очень нагло. Разумеется, здесь есть какие-либо силы. Выходить было нельзя. Но он вышел. Получил и умер. Оставшаяся СТ-шка здесь показывает, что ему прилетает вот отсюда. Артиллерия, по-видимому, где-то здесь. Сделаю скорость еще больше. Идут тактические наставления. Осталось 6 минут до конца. Влизится раш, какое-либо давление. Но нужно попытаться сделать еще больше преимущества, что и делает артиллерия. Делает минус бата. И 2 бата, спустившись вниз, минусуют шотных бачатов на воде. Поджимаются под гору. Вот эта СТ-шка, которая находится здесь, ей сейчас будет весьма-весьма сложно. С воды оба бата будут пытаться ее забирать. Наверх подняться она не может. Ее контролят. Да и здесь ей неприятно, потому что ее контролят. И арта, и тяж. Сверху СТ-шку контролят. Другая СТ-шка с К6. Счет 7-2. Ну и осталось уже 4 всего лишь минуты. Можно даже не успеть подняться, а если успеть, то какую-нибудь спрятавшуюся машину на 0, или где-нибудь там на Д-0, Г-0, можно попросту и не найти. Ветерок немного медлит. Хочет проверить еще вот этот сейв. Говорит СТ-шке проехать сюда, дабы можно было минуснуть вот эту вот светлячка вот этого. И замечает Раш. Раш идет по А4-А2. Идут 3-4 машины. Это Семерки и Е-50. Батчаты выходят. Делают. Минус 62-го умирают сами. Счет 8-3. И теперь необходимо за 3 минуты добрать последние силы. Выход. Семерок. Это, разумеется, глупость. Две машины умерло. Сейчас умрет третья машина. А они даже не забрали ни одного. По-видимому, это от безысходности. Хотя могли просто стоять ждать. И просто, ну, попытаться дотянуть как-то бой до конца. Ничья все-таки это их победа. Но они отдают просто на ровном месте 3 машины на А2, на А3. И теперь за 2 минуты нужно добить оставшиеся 4 машины. Большинство из них шотные. Необходимо просто подняться и добрать. 12-4. Остается полторы минуты. Нужно все-таки поспешить. 30-ти процентная 3-4. Да, артиллерия, понятно, что тоже здесь. Это было понятно практически с начала боя. И со счетом 15-4 Тресты в этом бою проигрывают. Всем спасибо за просмотр. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Продолжение следует...